Книга Еноха, один из наиболее значимых апокрифов Ветхого Завета, повествует от лица ветхозаветного патриарха Еноха. И прежде чем все это случилось, Енох был сокрыт, и никто из людей не знал, где он сокрыт и где он пребывает, и что с ним стало. И вся его деятельность в течение земной жизни была со святыми и со стражами. И едва я, Енох, прославил великого Господа и Царя мира, как меня призвали стражи, меня, Еноха, Песца, и сказали мне, Енох, Песец правды. Иди возвести стражам небо, которые оставили Вышнее Небо и святые вечные места, и развратились с женами, и поступили так, как делают сыны человеческие, и взяли себе жен, и погрузились на земле в великое развращение. Они не будут иметь на земле ни мира, ни прощения грехов, ибо они не могут радоваться своим детям. Избиение своих любимцев увидят они, и о погибели своих детей будут воздыхать и будут умолять, но милосердия и мира не будет для них. И Енох пошел и сказал Азазелу, ты не будешь иметь мира, тяжкий суд учинен над тобою, чтобы взять тебя, связать тебя. И облегчение, ходатайство и милосердие не будут долей для тебя, за то насилие, которому ты научил, и за все дела холы, насилие и греха, которые ты показал сынам человеческим. Тогда я пошел далее и сказал всем им мести, и они устрашились все, страх и трепет объял их. И они просили меня написать за них просьбу, чтобы через это они обрели прощение и вознести их просьбу на небо, к Богу. Ибо сами они не могли отныне ни говорить с ним, ни поднять от чей своих к небу, от стыда за свою греховную вину, за которую они были наказаны. Тогда я составил им письменную просьбу и мольбу относительно состояния их духа и их отдельных поступков, и относительно того, о чем они просили, чтобы через это получили они прощение и долготерпение. И я пошел и сел при водах Дана в области Дан, то есть к югу, от западной стороны Ермона, и читал их просьбу, пока не заснул. И вот нашел на меня сон, и напало на меня видение. И я видел суд, который я должен был возвестить сынам неба и сделать им порицание. И как только я пробудился от сна, то пришел к ним, и все они сидели печальные, с закрытыми лицами. И я рассказал им все свои видения, которые видел во время своего сна, и начал говорить те слова правды и порицать стражей неба. То, что здесь далее написано, есть слово правды и наставления, данное мне вечными стражами, как повелел им святый и великий в том видении. Я видел во время видения моего сна, то, что я буду теперь рассказывать моим плотским языком и моим дыханием, которые великий вложил в уста людям, чтобы они говорили им и понимали это сердцем, мыслью. Как сотворил он всех людей и даровал им понимание слова благоразумия, так он сотворил и меня, и дал мне право порицать стражей сынов неба. Я написал вашу просьбу, и мне было открыто в видении, что именно ваша просьба не будет для вас исполнена до всей вечности, дабы совершился над вами суд, и ничто не будет для вас исполнено. И отныне вы не взойдете уже на небо до всей вечности, и на земле вас должны связать на все дни мира, такой произнесен приговор. Но прежде этого вы увидите уничтожение ваших возлюбленных сынов, и вы будете обладать ими, но они падут пред вами от меча. Ваша просьба за них не будет исполнена для вас, как и та моя просьба за вас. Вы не можете даже в плаче и воздыхании произносить устами ни одного слова из писания, которое я написал. И видение мне явилось таким образом, вот тучи звали меня в видении, и облако звало меня, движение звезд и молнии гнало и влекло меня, и ветры в видении дали мне крылья и гнали меня. Они вознесли меня на небо, и я приблизился к одной стене, которая была устроена из кристалловых камней и окружена огненным пламенем, и она стала устрашать меня. И я вошел в огненное пламя и приблизился к великому дому, который был устроен из кристалловых камней. Стены этого дома были подобны наборному полу, паркет или мозаика, из кристалловых камней, и почвою его был кристалл. Его крыша была подобна пути звезд и молний с огненными херувимами между ней крышею и водным небом. Пылающий огонь окружал стены дома, и дверь его горела огнем. И я вступил в тот дом, который был горяч как огонь и холоден как лед. Не было в нем ни веселья, ни жизни. Страх покрыл меня и трепет объял меня. И так я был потрясен и трепетал, то упал на свое лицо, и я видел в видении. И вот там был другой дом, больший, нежели тот. Все врата его стояли предо мной отворенными, и он был выстроен из огненного пламени. И во всем было так преизобильно, во славе, в великолепии и величии, что я не могу дать описание вам его величия и славы. Почвой уже дома был огонь, а поверх его была молния и путь звезд, и даже его крышею был пылающий огонь. И я взглянул и увидел в нем возвышенный престол. Его вид был как иней, и вокруг него было как бы блистающее солнце и херувимские голоса. И из-под великого престола выходили реки пылающего огня, так что нельзя было смотреть на него. И тот, кто велик во славе, сидел на нем. Одежда его была блестящая, чем солнце и более чистого снега. Ни ангел не мог вступить сюда, ни смертный созерцать вид лица самого славного и величественного. Пламень пылающего огня был вокруг него, и великий огонь находился пред ним. И никто не мог к нему приблизиться из тех, которые находились около него. Тьмы тем были пред ним, но он не нуждался в святом совете. И святые, которые были вблизи его, не удалялись ни днем, ни ночью, и никогда не отходили от него. И я с тех пор имел покрывало на своем челе, потому что трепетал. Тогда позвал меня Господь собственными устами и сказал мне, «Пойди, Енох, сюда и к моему святому слову». Он повелел подняться мне и подойти к вратам. Я же опустил свое лицо. Он отвечал и сказал мне своим словом, «Слушай, не страшись, Енох, ты праведный муж и писец правды. Подойди сюда и выслушай мое слово. И ступай, скажи стражам неба, которые послали тебя, чтобы ты просил за них. Вы должны попросить за людей, а не люди за вас. Зачем вы оставили Вышнее, Святое, Вечное Небо, и приспали с женами, и осквернились с дочерьми человеческими, и взяли себе жен, и поступали, как сыны земли, и родили сынов Исполинов? Будучи духовными, святыми, в наслаждении вечной жизни, вы осквернились с женами, кровью плотской, родили детей, возжелали крови людей, и произвели плоти кровь, как производят те, которые смертны и тленны. Ради того-то я им и дал жен, чтобы они оплодотворяли их и через них рождали бы детей, как это обыкновенно происходит на земле. Но вы были прежде духовны, призваны к наслаждению вечной, бессмертной жизни на все роды мира. Посему я не сотворил для вас жен, ибо духовные имеют свое жилище на небе. И теперь Исполины, которые родились от тела и плоти, будут называться на земле злыми духами, и на земле их будет жилище. Злые существа выходят из тела их, так как они сотворены свыше, и их начало и первое происхождение было от святых стражей, то они будут на земле злыми духами, и будут называться злыми духами. А духи неба имеют свое жилище на небе, а духи земли, родившиеся на земле, имеют свое жилище на земле. И духи Исполинов, которые устремляются на облака, погибнут и будут незринуты, и станут совершать насилие, и производить разрушения на земле, и причинять бедствия. Они не будут принимать пищи, и не будут жаждать, и будут невидимы. И те существа не восстанут против сынов человеческих, и против жен, так как они произошли от них. В дни избиения и погибели, и смерти Исполинов, лишь только души выйдут из тел. Их тело должно предаться тлению без суда. Так будут погибать они до того дня, когда великий суд совершится над великим миром, над стражами и нечестивыми людьми. И теперь скажи стражам, которые послали тебя, чтобы ты просил за них, и которые жили прежде на небе, теперь скажи им, вы были на небе, и хотя сокровенные вещи не были еще открыты вам, однако вы узнали незначительную тайну, и рассказали ее в своем жестокосердии женам, и через эту тайну жены и мужья причиняют земле много зла. Скажи им, для вас нет мира.